А сегодня у нас такой немножко необычный формат. У нас будет аромасессия. То есть я хочу, чтобы мы не только с вами говорили про бизнес, но еще как бы вот эти вот все моменты, связанные с бизнесом, именно прочувствовали через тело, через масла. И я надеюсь, что такой вот интересный опыт, он вас вдохновит на дальнейшие достижения. Поэтому это такое необычная для меня, скажем так, история. Значит, по организационным моментам, у кого сейчас нет масел, приготовьте, пожалуйста, масла, поставьте их вот прямо рядом. И сейчас, пока вот у нас будет небольшой кусочек теории, вам нужно будет отобрать для себя где-то 7-10 масел, которые вам нравятся. То есть просто вот пока я буду говорить, вы можете себя тестировать, смотреть, что вот вам сейчас хочется, что вам сейчас откликается. Потом вам обязательно нужна будет тетрадка, потому что вам нужно будет записать свои эмоции, записать свои ощущения, то есть тот отклик, который вызовет у вас упражнение. Поэтому приготовьтесь, на чем записывать. Обязательно воду. То есть у меня вот тоже здесь стоит чашка с водой, потому что я буду тоже вдыхать масла. Я тоже буду делать это упражнение вместе с вами. Вот. И поэтому вот так вот у нас все это будет происходить. Значит, где-то сама сессия будет у нас, я думаю, минут 50 будет наша встреча, да, наша сессия. Может быть, 50 минут, может быть, подольше посмотрим. Значит, по поводу записи постараемся записать, постараемся. Надеюсь, что интернет у нас не оборвется, но бывает всякое. Бывает, что запись прерывается, бывает, что запись не сохраняется. И лучше вам именно посидеть все-таки до конца, меня дослушать, потому что сессия такая, она мотивирующая, будет вдохновляющая. И лучше делать не потом, когда вы будете смотреть запись, а сейчас вот в живую в общем потоке, раз уже вы пришли, вот, то предлагаю прямо активно-активно участвовать. Так. Можно ли бленды или только мономасла? Ну, лучше моно по-хорошему. Почему лучше моно? Потому что я буду говорить, какие масла для какой части упражнения вам лучше брать. Бленды, они тоже подходят. Ну, честно говоря, я вот когда готовилась, я предполагала, что именно масла, лучшие мономасла подойдут лучше именно к выполнению конкретно этого упражнения. Поэтому вот бленды оставьте прямо на конец, если у вас будет время их подышать ими, да, то, в принципе, можно их, но лучше это под конец именно оставить. Вот. Так, давайте немножечко мы с вами пообщаемся чуть-чуть. Напишите, из какого вы города, чтобы я понимала, потому что я делаю вот эти вот встречи иногда в 12 часов. У меня, кстати, будет марафон тоже по духам. Он у меня будет в 11 часов. Я просто хочу понимать, что кто из какого города, чтобы мне уже планировать думать именно по часовым поясам, чтобы мне как бы максимальное число людей приходило в заявленное время. Поэтому напишите, чтобы я понимала, в одном мы часовом поясе или мы прям вот в каких-то совсем разных. Так, Нижний Новгород, Москва, так, Обнинск. Это со мной, это рядышком со мной. Так, кто у нас есть далеко? Так, Новосибирск, да, знаю, что у вас сейчас 4 часа, но более или менее, да, то есть кто Сибирь, вот кто может приходить, у вас уже, в принципе, ближе к вечеру получается. Так, ЭАФ, не знаю где это, видимо, какая-то Европа. Так, Кемерово, ну, в принципе, да, плюс 4 часа будет нормально. Так, Кипр 11 часов дня, Кипр нормально, Уфа, так, плюс 2 Санкт-Петербург, так, Москва, так, ну, более-менее понятно. А Сибирь и Россия у нас получается, ну, и Европа там, получается, наоборот, минус 1 час. А вот, так, пам-пам-пам, ну, что, значит, так, по географии я поняла, значит, ни у кого сейчас ночи прям глубокой ночи вечера еще нет, поэтому я думаю, что можно будет брать такие бодрящие, активные, тонизирующие масла. Так, Таллин, у вас так же, либо у вас раньше, да, наверное, у вас 10 часов или 11, получается. Вот, поэтому берем активные масла, не боимся, берем специи, ни у кого ночи нету. Никого с Дальнего Востока у нас нет, у кого ночь сейчас. Так, ну что, давайте тогда расскажу буквально пару слов о себе. Не знаю, есть у нас новенькие, нет у нас новеньких. Вот, меня зовут Галина Коносова, я специалист по ароматерапии, я психолог, я провожу различные марафоны. У меня уже очень много марафонов прошло по ароматерапии. Я записываю курсы по ароматерапии, я всячески популяризую, да, скажем так, эту тему. Я хочу, чтобы она стала, ну, как бы, более, более, ну, слуху, да, особенно тема эмоциональной ароматерапии, потому что во многом она вообще недооценена, я считаю. И также я помогаю практикам и аромоконсультантам получать с помощью масел доход и внедрять масла в свою уже текущую деятельность, в свою работу. Вот, также я лидер компании Дотера, сейчас в статусе платина, вот, у меня большая уже достаточно команда, полторы тысячи человек, вот, то есть это вот, если коротко, а так, Беларусь, Беларусь, мытища, это мы с вами в одном часовом поясе, так что, так что специи и активные бодрящие масла мы сегодня используем. Значит, сегодня, что у нас сегодня? Сегодня мы сейчас поговорим про ошибки, то есть пока вы себя тестируете, пока вы дышите маслами, мы поговорим, какие есть ошибки, вот, возможно, у вас какие-то еще другие ошибки, не те, которые я назвала, будут, и поговорим о том, что делать, как их обойти, как их избежать, потому что, когда я начинала сама вести курсы по аромотерапии, я думала над тем вообще, оставаться ли мне в найме, или мне заниматься только маслами, у меня было очень много разных размышлений, да, на эту тему, вот, и много было всяких сомнений, и я тоже совершала очень много ошибок, то есть вот этот вот путь, да, у меня в аромотерапии, он занял достаточно много времени, да, то есть порядка десяти, наверное, даже больше десяти лет, с того момента, как, ну, в принципе, я уже была экспертом, вот, до того момента, как там люди стали собираться ко мне на марафоны, я стала проводить такие достаточно масштабные какие-то мероприятия, то есть, ну, меня мало кто знал, в основном я ограничивалась какими-то маленькими мастер-классами, и вот совершила все возможные ошибки, какие у меня только были, то у меня первые фотографии с моих самых первых мастер-классов, один я из них проводила дома у сестры, второй я проводила на пасеке, то есть здесь вот давно-давно это все было, там у меня собирались по несколько человек, регистрации особо не было, то есть, как бы такая вот ситуация была не самая радостная, на самом деле, когда я начинала, тем более сейчас все гораздо проще, то есть сейчас есть и склад, и масла можно купить в любой момент, а тогда мы ждали там по полтора-два месяца, ждали эти заказы из Америки, все было очень долго, все было занудно, клиенты отваливались вот в процессе этого ожидания, говорили, что нет, я больше так ждать не хочу, ну, в общем, было сложно достаточно, вот, и плюс сложно собирались тоже люди на курсы, потому что, ну, опять-таки, масла было сложнее купить, в общем, было много своих подводных камней, которых сейчас нет. Вот это у меня первая, можно сказать, моя фотография, она у меня долго-долго висела, когда у меня был еще сайт, меня снимала подруга в кафе, потому что денег на профессиональную фотосессию я тогда выделить не могла, я работала в найме в фармацевтических компаниях, то есть и как бы вот бюджета именно на раскрутку проекта по маслам у меня не было, поэтому вот как бы такая вот у меня прям самая первая. Так, это вот мастер-класс уже у меня побольше были, разнообразные всякие, вот, потом, соответственно, уже у меня и онлайн, и оффлайн были, то есть разные были, разные форматы были мероприятия, но, как я уже говорила, ошибок я совершила достаточно много. Вот это мои вот записанные курсы, небольшая их часть, скажем так, потому что на самом деле их у меня сейчас гораздо больше. Вот, что сейчас есть? Команда 1500 человек, школа ароматерапии онлайн, то есть я провожу курсы, вот у меня есть свои разработанные эфирные карты, есть книга «Эфирный код», она сейчас в процессе верстки, скоро я буду ее уже, о ней буду рассказывать, ее можно будет купить, заказать, книга именно больше по эмоциональной ароматерапии, по тестированию, то есть, ну, как бы, я доказала и самой себе, и окружающим, то, что, да, на ароматерапии можно зарабатывать, а это не какая-то такая вот странная вещь, в которую никто не верит, и все знакомые смеялись, да, тоже, когда я начинала, крутили пальцем у виска и говорили, иди, вот у тебя прекрасное образование, иди в свою фирму, там сиди, работай, продавай лекарства, и не лезь ты в эту ароматерапию, это только хобби. Очень у многих людей такое тоже, люди вот с таким сталкиваются, когда регистрируются и начинают заниматься маслами, к сожалению. Так, ну, вот я считаю своим, мне очень хочется вот этот путь, чтобы он стал легче для тех людей, кто сейчас вот уже в маслах, да, кто сейчас новичок, кто сейчас начинает какой-то вот свой бизнес, то есть мне хочется, чтобы вы, этот путь не 10 лет у вас занял, да, как у меня он был гораздо быстрее, вот вы быстрее приходили к тем денежным результатам, которые вы хотите. Вот, то есть это вот такая вот миссия, да, у меня, чтобы как минимум 500 женщин начали зарабатывать на ароматерапии. Почему не мужчины? Потому что все-таки чаще всего, вот как я смотрю по марафонам, по отзывам, у меня обычно где-то на 200 женщин, кто участвует в марафоне, вот двое-трое мужчин бывает участвуют, ну, пятеро, да. Но в общей массе в основном, то есть именно смотрите, если по процентному соотношению, именно женщины чаще внедряют масла, начинают быстрее на этом зарабатывать, то есть как вот такая вот, именно в качестве бизнеса, это чаще всего именно работает больше у женщин. Наши стимуляторы успеха, да, именно так. Вот, то есть мне хочется, чтобы женщины через масла вот раскрывали свой потенциал, раскрывали свои сильные качества. Почему через масла? Потому что масла – это очень сильный именно ресурсный инструмент, который помогает раскрыться. То есть да, можно там быть каким-то помогающим практиком, астрологом, нумерологом, психологом, врачом, можно, да. Вот, но если вы при этом не работаете с маслами, то, скажем так, раскрытие ваших способностей, ваших талантов, да, ваших сильных сторон, оно будет происходить медленнее. Поэтому именно вот через масла, через их внедрение в свою работу, через их активное использование для себя, мы начинаем раскрываться. Поэтому вот именно через масла достигать каких-то вот своих целей гораздо-гораздо легче, как я вижу. Так, вот, кто со мной согласен, кому откликается, да, вот эта вот моя идея, что через масла действительно легче достигать всех вот своих целей, заявленных, в том числе и денежных. Если вам откликается, ставьте мне много восклицательных знаков, что да, без масел тоже люди достигают успеха, но через масла это делается экологичнее, это делается быстрее. То есть мы как бы быстрее находим свои сильные стороны, раскрываем их, быстрее решаем какие-то задачи. У нас мозг начинает быстрее работать. Вот, то есть наша психика, да, становится более адекватной, такой, более пластичной. Вот, согласна. И вот я сейчас смотрю, то есть вот по сообществам тех людей, да, вот по моим чатам, по моим ученикам, насколько вот сейчас люди напуганы, насколько сейчас люди в истерике, да, вот это вот все события последних, последнего года, да, насколько они вообще людей выбили из колеи, и насколько адекватнее люди, которые занимаются маслами. То есть это вот как две абсолютно разные вселенные. То есть если одни в негативе, в стрессе, в ненависти, вот насколько спокойнее, насколько вот люди в маслах просто, ну, с ними можно нормально разговаривать. Вот я поделюсь такой личной вещью, не очень приятной. Я лишилась своей близкой подруги вот изо всех этих событий, потому что, ну, очень много от нее было негатива, и мы с ней дружили практически 25 лет. Сейчас этой дружбе пришел у нас конец. Вот человек маслами не занимался, я ей там пыталась какие-то пробники, что-то ей дарила, то есть она там иногда включала диффузор, но серьезно она маслами не занималась. Вот насколько человек впал в негатив, меня это так потрясло, мне так это было неприятно. Вот, и я поняла, что я избалована вот этим вот моим просто аромоокружением, потому что этого ничего нет, да. То есть, ну, вот понимаете, да, насколько масла меняют вообще наше сознание. Мы другие немножко, все другие. Вот поэтому я очень хочу, чтобы люди именно через масла раскрывали себя, реализовывали себя, то есть вот так вот. На мозг влияет, да, действительно так и есть. Вот, поэтому, да, реализуемся через масла. Так, значит, давайте перейдем тогда к ошибкам. Я рада, что вам это все тоже откликнулось, да, вот эта вот идея, то, что через масла действительно люди меняются, люди растут, и масла – это огромный, на самом деле, такой недооцененный потенциал, потому что вот, знаете, когда говорить масла, там, эфирный, а, ну да, это от простуды, там, это иммунитет укрепить, это вот это все знают. А вот то, что маслами можно поменять себя, да, поменять свою психику, изменить свой мозг, изменить свою жизнь. То есть люди вот это как-то, ну, не доходит, да, скажем так. Вот, он не хочет им через масла, да. Так, ну что, давайте перейдем тогда к ошибкам. Я специально сегодня, я обычно настраиваюсь, да, делаю настройку какую-то через масла, но сегодня у нас будет такое большое-большое упражнение, именно связанное с маслами, поэтому я сейчас настройку не давала. Вот, сейчас поговорим про ошибки. Я надеюсь, что, да, кто у нас присоединился, я в начале встречи говорила, что сейчас вам нужно будет все свои масла взять. Пока вот мы говорим, да, пока я буду сейчас про ошибки рассказывать, вы можете себя протестировать, то есть посмотреть, отобрать 7-10 масел, ну, где-то 7-10 я такой вот разбег, да, даю, которые вам сегодня откликаются, которые вам сегодня приятны. Кстати, кто себя дотестировал, кто вот эти вот 7-10 масел отобрал, напишите в чат, что вы готовы, напишите в чат прям готово, да, к выполнению упражнения, чтобы я видела, чтобы у нас, когда много людей будет уже готово, мы тогда начнем. Так что, кто готов, пишите. Вот, и не забываем пить воду, потому что, когда мы дышим, обязательно нужно выводить компоненты масел из организма. Так, кто готов, пишем готов. Кто готов, так, кто не готов, берем масла, тестируем себя. Так, итак, популярные ошибки аромобизнеса. Значит, такая ошибка, я очень много консультировала людей, кто именно помогает, да, именно помогающих практикам, вот, в течение последнего месяца. И вот такая вот ошибка, да, что идет разделение. То есть, вот здесь я нумеролог, вот здесь я астролог, вот здесь я психолог, вот у меня страничка по моей основной деятельности, а вот здесь у меня масла. То есть, они как бы идут отдельно. Вот, и человек там, допустим, нумеролог, он заводит одну страничку в соцсетях, она у него по его основной деятельности, вторая страничка по маслам. Это никак не пересекается. Либо пересекается, но очень слабо. Например, в работе с клиентами психолог иногда дает подышать маслами с ладони. Или вот я с девушкой общалась с логопедом, говорит, не заходит, я, говорит, боюсь продавать. То есть как я буду там, ну, приходят проблемные дети, как я буду предлагать им родителям масла, да, они подумают, что я им там что-то впариваю. То есть вот основная деятельность, помогающая деятельность отдельно, масла отдельно. Это ошибка. То есть вам нужно, если вы тоже помогающий практик, вам нужно найти вот эти точки пересечения и сделать вот эту интеграцию, потому что тогда будут выше ваши результаты именно в плане помощи, да, то есть ваши клиенты будут быстрее достигать нужных результатов. Это раз. Вы будете быстрее достигать нужных денежных результатов. А когда идет вот это разделение, то чаще всего именно на два проекта не хватает времени, сил, внимания, особенно когда открывают, начинают два инстаграма вести, два контакта вести, а вот тут у меня масла, вот тут моя работа, а вот тут я сама, и все это никак не соединяется. То есть если вот у нас помогающие практики в чате есть, я вам очень сильно советую подумать, как это соединить, где вот эти вот точки пересечения, чтобы масла вошли именно мягко, органично в вашу деятельность. Вот как это делать для конкретных помогающих практиков, это я уже рассказываю как бы на индивидуальных консультациях, это я уже рассказываю, мы с командой на эту тему работаем, у нас есть программа «Богатый ароматерапевт», я о ней чуть подальше расскажу. Вот, то есть мы это думаем, да, как это внедрить, вот, но это надо соединять, то есть не надо себя делить, мы едины, да, мы целые, вот, и не нужно считать, что там вот дом, семья, это я одна, да, вот здесь моя работа, это второе, а вот здесь я буду масла продавать, это третье, это так не работает. То есть масла, они должны встроиться везде, тогда это будет работать именно на все 100%. Понятно ли, о чем я говорю, поставьте плюсики, может быть, непонятно. Вот, то есть это именно для вот помогающих практиков, для людей, кто работает с людьми. Понятно, что если вы там работаете жестко, да, у вас что-то регламентировано, там, вы школьный психолог, вы не можете просто с маслами, потому что, ну, как бы не получится, да, потому что есть определенный регламент, это понятно. Вот, но если вы работаете на себя, вот, я очень сильно советую подумать, как это все будет соединяться. Вот, понятно, отлично, отлично, да, что откликнулось, потому что прямо ошибка часто такая вот с пятью или с семью помогающими практиками я поговорила, и вот, вот масла у нас вот тут, вот отдельный аккаунт, вот тут я рассказываю, тут у меня мастер-классы, вот, а вот тут я работаю с клиентами. Как так получается? То есть нет, нет вот этого соединения, оно должно быть. Так, вторая ошибка – это фокус на розничных продажах. Очень часто бывает такое у новичков. Новичок открывает аккаунт и думает, а вот, соответственно, сейчас я начну писать о маслах, я начну там выставлять их где-то в соцсети, хуже того думает, а сейчас я, наверное, сделаю сайт, а вот сейчас я что-то еще раскручу, и у меня будут покупать масла. Знаете, есть такая книга, по-моему, она называется «Стратегия голубого океана», то есть то, что идея в том, что есть Красный океан, где очень высокая конкуренция, есть Голубой океан, где конкуренции нету, вот, и люди вот с этими розничными продажами, они идут туда, где Красный океан. То есть вы посмотрите, соцсети, они все пестрят, а вот масло такое, вот масло сякое, а вот купите у меня масло, закажите у меня промо, интернет этим просто забит сейчас, то есть вот в плане розницы конкуренция просто именно огромна. Вот, и если вы пойдете таким путем, скорее всего, будет разочарование. Общалась с женщиной, была консультация, она ведет свои соцсети ВКонтакте, причем ведет довольно профессионально, ведет, хорошо ведет, у нее там все интересно, люди ее читают, вот, но говорит, я у нее спрашиваю, а продажи у вас были? Ну, несколько раз в год у меня там купили по бутылочке масла, и что имеет смысл вести в соцсети, да, каждый день выставлять посты, там, проводить какие-то прямые эфиры ради того, чтобы у нее купили несколько бутылочек масел, вот, и было 2-3 регистрации за год, и то люди клиенты, то есть смысла в этом нет. Вот, поэтому все-таки лучше, если у вас есть какая-то экспертность через свою экспертность, именно внедрять масла в свою деятельность, то есть не делать фокус на вот этой вот рознице, потому что сейчас это именно Красный океан, сейчас конкуренция высокая, вот, и просто продавать масла через соцсети, ну, и особо нет в этом никакого смысла. Так, Ольга пишет, нельзя разделять, недавно тоже сама дошла до этой мысли, ушло на это полгода. Вот, видите, если бы я богатого ароматерапевта запустила полгода назад, вот, то было бы все у нас немножечко, наверное, по-другому. Вот, в самом начале введения блога я это понимала, новичкам повезло, что они это услышали, да, вот, то есть важная мысль на самом деле. Но вот я тоже сейчас как бы активно ушла в тему консультации, поэтому я понимаю вот эти вот как раз моменты. Вот, в Голубом океане тоже, например, нет конкуренции, нет известности. Ну, это да, тут я согласна, но я говорю именно про помогающих практиков и про строить масла в свою деятельность. Если уже наработана клиентская база, если уже клиенты вам доверяют, то это сделать как бы на порядок легче. Понятно, что если человек-новичок всю жизнь работал в найме, то ему, да, будет непросто. Но именно вот помогающим будет проще здесь гораздо. Так, я, то есть новички, да, тут с новичками тут особая история, то есть тут надо смотреть, какие у них сильные стороны, что они умеют. То есть с новичками тут нужно как бы, да, один на один. Вот, а у кого уже наработанные базы, наработанные программы, то есть здесь вообще прям никаких проблем я не вижу. Так, следующий момент – это уход в технарство, это соцсети. Значит, расскажу вам такую историю. У меня девушка была в команде, сейчас она просто как покупатель, но в какой-то момент ей было интересно развивать бизнес. А она сама по специальности у нее IT. Вот, и она мне говорит, Галина, а вот я сейчас делаю сайт такой красивый, я буду лить на него трафик, люди будут у меня покупать. Я к этому же сайту прикручу форму регистрации. Я ей сразу говорю, Оля, это не сработает, не сработает, потому что люди приходят на людей. То есть люди ищут для себя лидеров, люди ищут энергию, люди ищут людей, которые близкие им по ценности. У тебя в этом сайте не будет. Вот, то есть ее в этом сайте не будет. То есть это будет чисто как бы такая вот корзина, да, супермаркет. Там пробники, большие бутылочки, регистрация, не пойдет, не делай так. Ну, естественно, она подумала, что она самая умная. Вот она сделала этот сайт, она на него потратила кучу денег, там, времени. Ну, не денег, она сама его делала, денег она не потратила. Вот, она потратила на него кучу времени, доводила до ума, чтобы все было красиво. И, естественно, это не сработало. То есть это кончилось тем, что у нее там буквально 2-3 заказа, наверное, может быть, 2-3 заказа в месяц. То есть абсолютно никак не компенсировало ей даже вот это вот ее потраченное время. Поэтому вот этот уход в технарство и также ошибка, да, то есть у меня тоже в команде есть девушки, кто делает упор на соцсети. Сейчас я раскручу соцсети, я научусь там использовать все фишки, я сделаю чат-боты, я буду снимать сториз. Ну, совершенно не факт, что это сработает, понимаете. Куча слитого времени, куча слитых сил, да, непонятно куда. Она общалась с девушкой тоже, говорит, вот я училась у какого-то знаменитого эксперта по соцсетям, по-моему, ВКонтакте, по-моему, ВКонтакте. И вот этот эксперт говорил, что нужно выкладывать сториз утром, днем и вечером. Ну, это же кошмар, да. То есть эти сториз надо придумать, их надо смонтировать, их надо выложить. Вот, то есть люди проводят 90% своего времени за монитором. Хотя можно найти гораздо более простые, более легкие пути, чтобы уже зарабатывать прямо сейчас и не сливать вот эту вот кучу времени, не пойми куда. Вот, кстати, напишите, поставьте восклицательные знаки, кто не хочет проводить 95% своего времени за монитором. Потому что я не хочу, честно говоря. Вот мне это уже за время пандемии жутко надоело, и мне хочется находить какие-то быстрые способы, как это все можно монетизировать. Там восклицательные знаки. Так, согласна с тобой, экспертом Голубой океан. Именно, да, на стыке экспертных областей и ароматерапии. Именно так. Вот, то есть, да, люди уходят в соцсети, в технарство. И еще одна ошибка. Люди уходят вот в бесконечное обучение. То есть, там, я изучу это, я пройду такой-то курс. Но затык-то в том, что нужно не только пройти курс, а нужно понять, как это все внедрить. Нужно понять, откуда деньги, да, вот как выстроить вот этот мостик, да, между экспертностью и деньгами. Его нету. Вот, то есть, человек думает, что вот, там, я сейчас вывешу на сайте все свои сертификаты, и ко мне побегут. Но ничего подобного уже не происходит, потому что нету, нету вот этой вот денежной деятельности, то ее нету. А денежная деятельность, денежная, день, день, деятельность по привлечению клиентов – это совершенно особая отдельная история. Вот. Не знаю, не повожу за монитором. Вот, как раз, Рома, тема, да, для встреч с людьми отлично. У меня тоже сейчас, Ольга, да, такая же ситуация, потому что я много провожу за монитором, я провожу курсы, я провожу вебинары, вот, и в качестве отдушины я периодически, так сказать, в своем городе собираю какие-то встречи. Вот у меня сейчас будет встреча ближайшая по картам, потом будет встреча по духам, то есть именно вот хочется вот такого вот живого общения, да. Так, что еще? Фокус на построении команды. Это вот про то, что иногда люди спрашивают, а вот почему ко мне не идут лидеры, а почему ко мне идут только покупатели, а почему они сливаются, а почему там у меня команда не строится. Чтобы строилась команда, вы сами должны быть интересны, да, вы должны вдохновлять, вы должны мотивировать, вы должны этих самых лидеров притягивать, вы должны их выращивать. То есть здесь, да, в чем здесь ошибка? Ошибка в том, что человек говорит, сейчас я там нарегистрирую 1500 людей, и вот я буду обеспечена деньгами до конца дней своих. Вот это неправда, потому что любая структура может развалиться. То есть это как бы, ну, тоже это работа с людьми, которые нужно выстраивать, да, определенным образом. То есть не вот так вот, что я нарегистрирую, у меня будет все круто. Не будет на самом деле. И не будет такого, что вы, как бы, работа в сетевом, да, очень многие люди приходят в сетевой либо из найма, либо из какого-то вот классического линейного бизнеса. Вот, а там как? Там человек работает, ну, как бы сам на себя получается, да, ты работаешь, ты получаешь зарплату. В сетевом идет очень тесное взаимодействие с вышестоящими лидерами, с командой. То есть вот эта вот вертикаль, как бы, она должна быть выстроена. Если она не выстроена, если вы считаете, я один, вот сейчас возьму и нарегистрирую, вы не общаетесь с вышестоящими, вы с ними не советуетесь, вы с ними не на связи, то очень часто, вот особенно очень умных людей, и у экспертов, у них наступает такое разочарование, потому что они не советуются, они живут на какой-то своей жизни, на своей волне. Потом приходят к лидеру и говорят, я от тебя хочу уйти в другую команду, потому что вот с тобой вот я разочаровалась, а вот с тобой я не получила того, что я хотела. Вот, а у меня возникает вопрос, ты хоть раз спросила, как я вижу, да, скажем так, как я вижу там твои ошибки, твою будущую деятельность, как тебе это лучше выстроить. Ты хоть раз приходил посоветоваться? Нет. Человек где-то поплавал, сам побарахтался, сделал все возможные ошибки, взял, ушел. То есть сетевой – это бизнес именно коммуникации. Нужно общаться с вышестоящими, нужно общаться с теми, кто под вами, то есть со всеми, вот, чтобы люди, как бы, чтобы получать от них обратную связь. Поэтому здесь вот сетевой – это именно бизнес вот такого вот общения, да, коммуникации, бизнес именно работы в такой плотной связке всех со всеми, а не индивидуальный бизнес. Отнемся. Вот так, ну вот, коротко. Так, не знаю. Так, кто-то уже написал свои масла. Отлично, отлично. Так, что еще? Работа по знакомым. Работа по знакомым. Но тут я хочу сказать, что до масел нужно дорасти, и не всем комфортно работать со своими знакомыми, потому что масла – это, как бы, к ним притягиваются люди определенные, да, определенного духовного уровня. И не всегда такие люди есть среди ваших знакомых. Поэтому вот работа по знакомым – я все-таки сторонница, например, если вы делаете какие-то мастер-классы, да, к примеру, или планируете какие-то мероприятия, я сторонница все-таки платной рекламы, именно потому что должны прийти именно ваши люди. Не те, которые вот в вашем кругу общения, да, а те, которые именно ваши, которые именно созвучны маслом. Поэтому вот работать по знакомым я не всегда, как бы, здесь можно. Но зависит от того, какой у вас исходно был круг знакомых. Если люди, которые, в принципе, на вот каком-то живут уровне, да, там, особо не заботятся о своем здоровье, не слишком осознанны, да, то есть, в принципе, обыватели, которым это все не очень интересно, то нету никакого особо смысла, да, предлагать им масла просто потому, что они до них не доросли. Так, ну, негативные убеждения до страха продаж – это вот в богатом ароматерапевте, как раз мы над этим работаем. Я давала несколько упражнений. Вот, в частности, упражнения, то, как это прорабатывать, это тоже, как бы, отдельная большая история. Вот, но очень часто людям мешает то, например, что они думают, что, ну, как это сетевой, какая-то гадость, да, вот это сетевой. Или, например, то, что люди вокруг меня бедные, не называют цену, продают масла по розничной цене. То есть, когда вот какие-то убеждения, они же ведут нас к каким-то не очень хорошим выборам, да. То есть, если мы думаем, что у людей нет денег, да, мы занижаем стоимость наших мастер-классов. И к нам приходят какие-то халявщики. Мы занижаем стоимость своей работы. Мы не называем реальную стоимость массе. То есть, мы делаем кучу вещей, которые, в принципе, не будь у нас этих убеждений, мы бы не делаем. Поэтому тоже со своей головой обязательно надо работать. Ну, и самое последнее – это нет уровня действия. То есть, человек учится бесконечно, получает бесконечные какие-то знания. Но, как я уже сказала, мостик между знаниями и получением денег, он не выстроен. То есть, человек считает, что сертификаты выставил на сайт, и этого достаточно, чтобы к нему пришли. Так у многих психологов, кстати, такая ошибка. Вот, они получили образование, получили там кучу вот этих переквалификаций, прошли, кучу сертификатов, кучу всего умеют, а клиентов нет, потому что клиентов нужно уметь тоже привлекать. Вот, сами они себя не привлекут, каким бы шикарным экспертом вы не были. Это тоже нужно уметь, тоже нужно выстраивать. Так, бойзно начать работать. Ну, вот синдром самозванца, да, классический. То есть, здесь как бы тоже, ну, здесь надо смотреть, он у вас, то есть, вы реально ли, вы мало знаете, вот, или вы, или вы знаете на самом деле много, но вам кажется, что вы мало знаете. То есть, здесь нужно разбираться, да, немножко в этой истории. Вот, ну, на богатом ароматерапевте я у себя давала такое упражнение для команды, где мы распаковывали вот эти вот свои знания, навыки, умения, и там была реально возможность посмотреть, действительно ли мы эксперт, который занижает свою стоимость, да, реально ли мы что-то умеем, что-то из себя представляем, или как бы пока нам все-таки нужно наше знание прокачивать. То есть, здесь может быть так, здесь может быть так, поэтому здесь нужно, нужно с этим делом разбираться. Так, ну что, достаточно я проговорила, я думаю, что сейчас мы, наверное, с вами перейдем к нашей аромасессии. Я думаю, что все уже подготовили свои масла, все подготовили свои масла, и сейчас мы подышим маслами немножко и прочувствуем вот эти вот все элементы нашего аромобизнеса. Значит, на данный момент, мне кажется, важными шесть элементов, мы сейчас по ним пройдемся, все такие вот шесть кирпичиков, из которых, собственно говоря, аромобизнес, ну, в принципе, наверное, любой бизнес, связанный с помощью людям, будет из них складываться. А это, собственно говоря, способы монетизации. Что это такое? Потому что на самом деле их много, то есть не нужно упираться во что-то одно, там, в построение команды, или в мастер-класс, или только в консультации. То есть нужно посмотреть разные способы и посмотреть именно тот, который вам созвучен. Но вот сейчас мы об этом тоже более подробно поговорим. Второй момент – это энергия, потому что люди приходят на энергию всегда. Если мы вялые, если мы раздражены, если нам ничего не хочется, понятно, что мы не будем не то что лидеров притягивать, мы клиентов обычно притягивать тоже не будем. Это прямо очень важно. Следующее. У нас бизнес все-таки связан с людьми, поэтому важно либо проводить консультации, либо проводить мастер-классы, либо проводить и то, и то, либо онлайн, либо оффлайн, но как-то обязательно общаться с людьми. То есть недостаточно просто выставить в интернет карточку товара, написать «покупай». Нужно объяснять людям, зачем это все вообще нужно. Следующее – это ваш бренд. Но бренд – это как раз ваши ценности, то есть то, во что вы верите, что вы транслируете, что вы умеете. То есть это вот все касательно вас. Ну и поддерживающее окружение тоже мега важная вещь, потому что у меня его в свое время не было. Появилось оно гораздо позже. И когда в вас не верят, когда нету людей, кто может подсказать, поддержать, помочь, это всегда очень сложно. Это тоже очень важный элемент. То есть вот такие вот элементы, такие кирпичики, сейчас мы с ним, по ним пройдемся. Так, и сейчас вам что нужно будет сделать? Вам нужно будет сейчас создать намерение на вашу встречу, на нашу встречу. То есть прямо сейчас возьмите тетрадку, прямо сейчас возьмите тетрадку и напишите себе. В результате сегодняшней встречи я хочу, что я хочу? Я хочу создать, например, план выхода на такой-то доход. Или в результате сегодняшней встречи я хочу реализовать идею провести какой-нибудь там мастер-класс в своем городе. Или в результате сегодняшней встречи я хочу сделать, там, например, хочу сделать в этом месяце силу трех на 250. Или я хочу простроить путь, там, например, от элита до серебра, к примеру. Или я хочу простроить путь от новичка в ароматерапии в процветающего эксперта. Или я хочу найти для себя лучшие способы, подходящие мне, лучшие способы монетизации ароматерапии. То есть сейчас прям возьмите тетрадку и напишите намерение. Вот можете написать просто намерение по деньгам. Там я хочу в течение года выйти на такой-то доход, к примеру, с помощью ароматерапии. То есть прямо сейчас берем, пишем в тетрадке свое намерение. Можно в чат не писать, можете написать для себя, чтобы вы понимали, для чего сейчас вы будете делать это упражнение, то есть какая у вас сейчас перед вами задача. Если вы новичок, хотя бы там понять какие-то основные моменты, как вы будете продвигаться. Если вы уже опытный, если вы уже давно в бизнесе, давно в ароматерапии, понять, может быть, какие-то затыки, как с ними работать. Вот, то есть напишите свое намерение. Я хочу просмотреть путь к серебра, к золоту. Отлично, отлично. Вот, то есть можно будет написать, написать именно свои вехи, да, возможно, придут какие-то идеи во время выполнения сегодняшнего упражнения. Так, кто готов, кто написал свое намерение, ставим в чат плюс, чтобы я понимала, что вы готовы идти дальше, вы готовы делать дальше наше упражнение. Так, плюсы. Так, кто готов, ставим плюсы. Так, плюсы. Есть намерение. У кого есть намерение, пишем. Так, масла все выбрали, я надеюсь, для упражнения. Так, хочу с помощью игр познакомить с маслами, донести их ценность. Отличное намерение. Игры вообще хороший инструмент, мне он нравится. Так, готовы. Так, большинство, я смотрю, что многие уже готовы и написали свое намерение навстречу. Если масло слабо чувствую, но нравится, ну, можете, да, его использовать для упражнения. Так, значит, смотрите, кто написал свое намерение, так, другое сильно чувствую, но меньше. Нет, берите то, которое нравится. Берите то, которое нравится, но меньше чувствуете. Так, значит, теперь вам нужно выбрать какое-то одно эфирное масло из вот этих вот 70, которые вы для себя выбрали. Вот для меня это черная ель. Я делала самотестирование себе буквально несколько дней назад. Мне очень черная ель нравится. Я даже уже полфлакона извела с момента тестирования. Ее в диффузор капаю, постоянно вдыхаю. То есть черная ель у меня прямо какой-то ресурсный сейчас аромат. Вот, и выберите из тех 5-7 эфирных масел то эфирное масло, которое вот прямо сейчас вам сильнее всего откликается, больше всего нравится. Это ваша некая стартовая точка. То есть это ваше состояние на сегодняшний момент. То, как вы себя сейчас ощущаете, то, как вы сейчас себя чувствуете. Может быть, то, что вы сейчас хотите, то, о чем вы мечтаете. Может быть, это ваше какое-то сильное желание. То есть это то, где вы сейчас находите. Так совпало. Написала ее отдельно, как ресурсный. Супер. Мотивация. Значит, сейчас берем вот это вот наше стартовое масло. То есть то, которое вам больше всего нравится. То, которое сейчас вам откликается больше всего. Можете подышать из флакона. У кого какая-то жгучая специя, лучше на себя не наносить. У меня, поскольку масло не жгучее, я наношу на запястье, я наношу вот сюда, на основание ладони. Вот. Я могу им подышать сейчас немножко. Вот. И прямо сейчас напишите, где вы сейчас находитесь. Какая у вас стартовая точка. Может быть, по деньгам. Все ли вас устраивает. Всем ли вы сейчас довольны. Что вы хотите изменить. То есть какая у вас сейчас стартовая точка. Кто написал намерение по деньгам, напишите там себе в тетрадь. Я зарабатываю сейчас столько-то. Или там у меня есть столько-то людей в команде. Там вот сколько вы хотите. Вы уже написали. Какое вы хотите стать. Напишите. Моя стартовая точка сейчас здесь. Может быть, вы можете написать, что вы хотите поменять. Да. То есть там, например, моя стартовая точка. Я работаю сейчас в найме, но хочу от этого уйти. Или я сейчас хочу. Или я сейчас в декрете. Да. Но я не хочу возвращаться на работу. И я хочу вернуться в масло. Вот. То есть ваша стартовая точка. Что у вас сейчас? Ваша точка отсчета. То есть это вот это ваше масло. Вы им дышите. Это то, где вы сейчас находитесь. Ваша точка. Так. Дуглая сибирская пихта. Черная гель любовь. Интересно. Почитать эмоциональное значение. Ну, это сложное масло. Оно с родовыми практиками работает. Родовые сценарии всякие расслабляет, снимает стресс. Плюс еще работает на усвоение информации. То есть там много достаточно значений этого масла. Так. Значит, нашли свою стартовую точку. Нашли свое ключевое масло. Написали, где вы сейчас находитесь. Где я сейчас. То есть у меня, например, сейчас доход такой-то. Это моя стартовая точка. Это мое стартовое масло. То есть где вы сейчас находитесь. Почули мой сегодняшний фаворит. Отлично. Вдышим. Вдыхаем это масло. И пишем, где вы сейчас находитесь. Где сейчас ваша стартовая точка. Проходила родовой сценарий. Вот так и есть. Так. Очень много масла. Нет. Минусы. Не обращаем внимания вообще на минусы. Сегодня у нас плюсовые. Нам нужно 5-7 масел для сегодняшнего упражнения. И первая точка до нашего упражнения. Это написать, где вы сейчас находитесь. Вы выбрали вот это масло. И вы сейчас находитесь вот здесь вот. То есть сейчас там я хочу. То-то и то-то. Меня не устраивает то-то и то-то. Сейчас там у меня там, допустим, команда такая-то. А я хочу команду такую-то. Сейчас я не закрываю силу трех. Я хочу ее закрыть. Сейчас у меня, например, там на игры мастер-класса собираются 3 человека. Я хочу 10. То есть ваша стартовая точка. Я думаю, что вы ее написали. Так, старт получила игра. Нужно прописать свою игру снизу. Отлично. То есть у вас стартовая точка. И игры уже есть, но пока еще люди на них не собираются. То есть это ваша стартовая точка. То есть то, от чего вы начали сейчас. Так. Так, стартовую точку. Разрешите команду реализовать ее. Так, отлично. Стартовую точку мы с вами прописали. Идем с вами дальше. Следующее масло. И следующая точка у нас. Следующая точка – это тот способ монетизации, который вам откликается. Значит, для этой точки вам понадобится либо какое-то мужское масло. У кого уже задействовано почули, лучше взять другое. Может быть, ветивер, может быть, кедр, может быть, сандал, может быть, что-то из хвойников. Вот. А может быть, наоборот, что-то из цитрусов. Если, например, у вас, вы любите общаться с людьми, вам это нравится, вам это откликается, берем цитрусовое какое-то масло и поговорим сейчас про способы монетизации. То есть берем второе масло. Либо какое-то мужское, хвойное, древесное, либо берем цитрусовое. Так, моя команда – 19 человек. Хочу 100 сил у 3, закрываю каждый месяц. Так, хочу силу 3, 2 уровня. Отличное, отличное намерение. Так, берем второе масло. Способы монетизации. Для меня это будет масло апельсина. Масло апельсина, масло радости, масло открытости, масло легкости, масло изобилия. Берем масло апельсин. Я, вернее, беру апельсин. Вы берете следующее масло. Способы монетизации. И сейчас дышим этим маслом. Закрываем глаза, прям дышим. И представляем себе, как мы реализовываемся в своем любимом деле. Например, мы планируем провести мастер-классы. Закрываем глаза и представляем вокруг себя кучу восторженных людей, которые получили огромное удовольствие, пройдя вашу игру, придя к вам на мастер-класс, пройдя у вас сессию или консультацию. То есть прям берете то, что вам сейчас откликается. Если вы, например, работаете онлайн, представьте, как вы красиво вдохновленные, красиво одетые, красиво накрашенные. Сидите перед монитором, например. Если вы любите проводить какие-то встречи, представьте, как вы проводите эти встречи. Если вам, например, нравится индивидуальное наставничество, представьте, как это все проходит. Представьте, как у вас выросло число довольных клиентов. Представьте, как вы через тот способ монетизации, который вам откликается больше всего, реализуете свои ценности. То есть нету каких-то одинаковых для всех способов монетизации. Кому-то нравится онлайн, кому-то оффлайн, кому-то один на один, кому-то нравятся живые встречи, кому-то консультировать через интернет, кому-то нравится писать посты, мы все абсолютно разные. И когда один лидер упирается в какой-то один способ, а говорит, делай вот так вот, да, то я считаю, что это неправильно, потому что каждая женщина уникальна и должна найти свой способ. Дышим своим маслом и ищем свои способы. Представляете, как исполняются ваши мечты, как вы с удовольствием делаете то, что вы делаете. И самое главное, не надо себя заставлять. Самое главное, нужно найти то, от чего вы кайфуете, то, от чего вам приятно, то, что вам сейчас прям вот классно, да. И там, например, говорят какие-то вещи, да, там найдите лидеров в свою команду. Вот этот человек у тебя может быть лидером, а вы чувствуете, что вам не очень хочется с ним работать. То есть не надо себя как бы заставлять делать те вещи, которые вам не свойственны. То есть способов монетизации ароматерапии много, способов выстраивания бизнеса много, способов работы с командой много, найдите те, которые вам созвучны. Вот, надеюсь, что вы все это ярко представили. Теперь две-три фразы буквально запишите себе после продышивания этим маслом, что вы почувствовали, что вы увидели, может быть, какая-то картинка, да, у вас перед глазами мелькнула, как вам было хорошо, когда вы реализовывали себя через те способы, которые подходят именно вам. То есть запишите прямо сейчас, вот что вы увидели, что вы почувствовали, как вам было. Так, сила трех, супер. Сила трех, ну вот у кого статусы, у кого там, представьте, что вам, например, какая-то сумма, да, капает на банковскую карту, к примеру. Или представьте себе, что вы открываете свой личный кабинет, и вот увидели эту картинку, да, закрытой силы трех, да, к примеру. То есть прямо вот представьте это и прочувствуйте это, как вам будет хорошо делать то, что вам нравится. Так, хочу золото, командующий человек, командующий спиртный профиль. Прям прочувствуй это, Наташа, да, пропиши это, прочувствуй это, вот, и запиши себе в тетрадке, да, там, как будет класс-то, когда я, или прямо вот нарисуй, да, что вот эта сила трех, она у тебя закрылась, не знаю, как-то вот схематически. То есть это вот такая вот точка, который, следующее, да, к которой мы стремимся именно через вот наши какие-то внутренние ценности, через наши убеждения, через нашу уникальность. То есть мы нашли те способы, которые нас радуют. Мы не упахиваемся, мы не заставляем себя делать что-то неприятное, мы делаем то, что нам хорошо, да, скажем так. Вот, подобное притягивает подобное. Работаем в первую очередь над собой в более адекватной командной игроки. Так, отлично. Значит, следующий способ, следующий момент, над которым нужно поработать, это энергия для того, чтобы мы притягивали активных людей, чтобы мы не притягивали людей, которых нам надо тащить. Поэтому сюда я бы для этой части упражнения я бы вам порекомендовала взять какую-то специю, специю, кардамон, корицу, гвоздику, имбирь. Но у меня здесь апельсин стоит на картинке, можно апельсин взять, что может быть. Кассия может быть, смесь, страсть может быть, может быть, что у нас еще может быть? Что у нас еще может быть? Перец может быть черный и розовый. У меня кардамон. Так, провожу успешные диагностики, люди берут духи и сразу масла на программу. Супер, Светлана, отлично, отлично. Прям вот коротко и все здорово. Так, корицу беру, хочу активных, но не гиперактивных. Так, вдыхаем свое масло энергии и представляем, какие мы активные, какие мы шустрые, как мы все успеваем, что у нас на все есть силы, нас все радует. Мы всегда в ресурсе. Мы своей энергией притягиваем к себе новых людей, такие, как нам нужны, к нам приходят наши лидеры. С нами хотят общаться, мы нравимся людям. Мы притягиваем не просто каких-то покупателей, которые будут покупать одно масло в год, мы притягиваем именно вип-клиентов. Дышим, дышим специи, прям представляем, представляем, как это будет здорово, какие мы активные, какие мы радостные, какие мы наполненные, сколько мы всего успеваем. Вот, то есть вот такой вот становимся таким магнитом, да, для притяжения новых людей. Выбрала гвоздику и страсть. Супер. Дышим и записываем одной фразой свои ощущения. Я активная, я радостная, я веселая, я в ресурсе, я притягиваю к себе активных людей. То есть пишем прямо, дышим, пишем одну фразу. Вот, кто готов, кто готов, кто сделал, напишите в чат. Я дышу кардамоном, это еще и масло роскоши. Вот, я представляю вокруг себя красивую атмосферу, где я работаю, представляю шикарные мастер-классы, представляю вдохновленных, воодушевленных людей. Готова возбуждать влияние на людей. Я розмаринула, розмарин тоже неплохо. Тоже, в принципе, пряное масло, тоже в тему будет. Так, и запишите себе в тетрадке прямо одной фразой. Я полна энергии, мне хватает сильно. Все, я активная, я бодрая, я радостная. Я стараюсь каждый день быть такой. Так, кто готов, пишем. Кардамон, отлично. Так, кто у меня готов, ветер, Кардамон, боже, просто экстаз, супер. Но он такой мужской, да, мужской, плюс еще цитрус, отлично. Так, и переходим к следующей точке. Следующая у нас точка – это консультации и мастер-классы. Здесь я бы вам посоветовала взять что-нибудь цветочное, потому что это все-таки у нас творчество, это расслабление, это удовольствие. То есть это такое, это общение в удовольствие, да, скажем так. Это всегда должно быть приятно. То есть, например, я вот сейчас над чем работаю, что консультации один на один могут меня немножко напрягать. Я перед консультацией стараюсь расслабиться, подышать, да, сделать какое-нибудь дыхательное упражнение, нанести на себя цветочные масла, чтобы вот эти мастер-классы, да, и консультации один на один проводили у меня, проводили в радость. Да, кинзу можно, да, кинзу можно. Кассия, страсть, отлично, страсть прям в тему. Шалфей мускатный, да, можно шалфей мускатный. Так, консультации и мастер-классы. Следующее, подумайте, да, если вы будете проводить консультации и мастер-классы, какое масло вы возьмете для того, чтобы провести мастер-класс или консультацию в ресурсе. Пусть это будут цветы. Так, у меня это смесь калия, очень интересная, кстати, смесь. Я ее заказала с американского склада, просто от нее балдею. Сейчас я с ней не расстаюсь, мне она безумно, безумно, безумно нравится. Вот, и я ее нанесу сейчас на себя. Так, мотивация, можно мотивации, ланг, ланг. Так, энергично я провожу с удовольствием на ромы игры, посетивание мастер-классы. Отлично. Так, кудрявая мята. Ну, мята это антистресс, мята сюда немножко не в тему. Все-таки лучше взять цветочное масло. Ну, калия, да, калия – это цветы и специи. Я не помню, что там уже точно в составе. Там роза в составе. Так, что там у нас еще? Много, какие-то незнакомые названия есть. Еще надо посмотреть, мне этот состав внимательно. Она такая пряно-цветочная. Ярань, розы расширяет расширение для общения. Супер, да, магнолия пойдет, да, магнолия – это создание для других женщин чувства безопасности, чувства пространства, да, где можно расслабиться. Так, кудрявая, да, она отвечает за речь, но это немножко не про то у нас. Ну, если у вас как бы проблема, да, именно выразить себя через речь, да, сложности, вы можете ее взять, но здесь речь идет именно скорее про создание вот атмосферы такой расслабляющей, классной, кайфовой именно. Вот, да, жесмин подойдет, конечно. Значит, вдыхаем свою цветочную смесь, цветочное масло, которое вы выбрали, да, поле мороза тоже подойдет. И представляете, какие шикарные мастер-классы вы проводите, какие у вас прекрасные консультации, как вас любят клиенты, как они вас рекомендуют по сарафанному радио. Вы собрали один мастер-класс, а клиенты вас рекомендуют, рекомендуют, у вас снова и снова собираются мастер-классы, люди спрашивают, когда же будет снова, мне так понравилось, так замечательно. Вот, к вам приходят теплые клиенты, вы наполняетесь энергией от общения, вам от этого хорошо. То есть у вас прям вот чувство, что когда вы проводите мастер-класс, день проходит не зря, и осень проходит не зря, все проходит не зря. Что вы делаете то дело, которое именно ради которого вы живете, да, то есть вы исполняете свое предназначение, вас любят, вы создаете атмосферу, вы делаете людей счастливыми. Прям вот представьте, прочувствуйте это, и запишите самую-самую главную фразу, любую, да. Я делаю на мастер-классах женщин с счастливыми, я расслабляю, я помогаю снять стресс, я наполняю женщин ресурсом, я вдохновляю. Прям вот запишите самое-самое главное, что вы прочувствовали, что вы поняли в результате вот этого момента. Запишите прям самое главное, да, страсть, гвоздик, отлично. Прямо под утренний запрос вебинар, супер. Я рада, что откликнулась. Так, и у нас следующая точка, мы переходим на следующую точку, переходим на следующее масло. Это лидерство, провести за собой, пробыть частью команды, про вдохновлять других людей, то есть это про лидерские качества. Здесь могут быть два варианта, здесь могут быть либо мужские масла, ветивер, почули, имбирь, кардамон, сандал, а также могут быть камфорные масла, то есть что это у нас может быть, это у нас может быть эвкалипт, это может быть розмарин, это может быть грушанка, лавр, да, у кого есть ревенсара, вот такие вот масла, то есть про волевые, про лидерские качества. Выбираем масла для работы с командой. Я выбрала масло розмарина, буду им сейчас дышать. Вдыхаем свое лидерское денежное масло, грушанка, отлично. Вот, и представляете, какой вы сильный, замечательный лидер. Как вам нравится вдохновлять свою команду, как вам нравится поддерживать команду, какой вы классный организатор, как вы умеете все делегировать, как к вам тянутся люди, как вы любите помогать, любите что-то рекомендовать, как вам нравится, что под вашим влиянием другие люди раскрываются, раскрывают свои лучшие качества, раскрывают свой потенциал. То есть найдите вот в этом вот лидерстве, что для вас самое главное, что вас вдохновляет, что вас радует, что вас мотивирует. Нет, шепот сюда нельзя, шепот у нас был предыдущий, шепот у нас был про мастер-классы, больше про женскую энергию. Сейчас у нас больше про мужское, про лидерское, про такое вот волевое. Так, Равенсара, отлично. Дышим своим лидерским маслом и записываем самую-самую главную фразу для себя, самое главное, что вы увидели, самое главное, что вы прочувствовали, что вам, от чего вы кайфуете, работая со своей командой. Так, сегодня получила сообщение с девушки с соседней ветки, хочет видеть сообщение моих мероприятий, как можно следить за ними, я поняла, что я на верном пути. Но вот видишь, да, привлекает, то есть то, что мы делаем, да, если мы делаем это через себя, через свои ценности, если мы действительно получаем от этого удовольствие, это начинает привлекать до других людей. Крушанка вытягивает страхи, они скрепощаются. Да, да. Имбирь, отлично. Запишите самую главную фразу, которую вы для себя поняли, что для вас самое важное при работе с командой. Потому что все-таки у нас сетевой, и все-таки как бы мы от этого не уходили, да, мы все равно вернемся к тому, что свою команду надо поддерживать, вдохновлять. Команда растет, хотим мы этого, не хотим. Если мы реализуем свои ценности, к нам будут приходить люди и будут проситься к нам, и будут говорить, что они хотят быть в нашем поле, хотят у нас учиться, хотят вдохновляться через нас. Поэтому так или иначе, вот если мы развиваем арома-бизнес, то мы к этому придем. Да, кедр можно. Так, отлично. Я надеюсь, что вы записали все по работе с командой. Так, и последнее, это ваш личный бренд. Здесь вы можете взять абсолютно любое масло. Я бы рекомендовала взять что-то из культовых. Наверное, я бы сама взяла что-то из культовых. Это сандал, это ладан, это мира, это капайба. Но вы можете взять что-то из цветочных, например, если вы себя ощущаете больше такой расслабленной, спокойной, доженственной. Можете взять какой-то цитрус, если вы любите общаться. То есть здесь вы можете взять абсолютно любое масло. Так, что возьму я? Я возьму сандал. Мне хочется культовых именно масел. Я возьму сандал. И буквально пару минуток я им подышу. Вот наш личный бренд – это про нас. Это про то, какие мы. Действуем ли мы в соответствии со своими ценностями? Транслируем ли мы в мир то, во что мы верим? Можете представить, какая у вас будет прекрасная жизнь, когда вы реализуете себя через масла. Представить, как исполняются ваши мечты. Исполняются не просто так, а именно через ваши ценности, через то, во что вы верите. Представите, как вы реализуете свой потенциал, вытаскиваете все свои лучшие качества на поверхность. Как вы об этом рассказываете. Вы открыты. То есть вам не нужно заставлять себя делать какие-то противные вещи для вас. То есть если вы не любите соцсети, вы себя не заставляете это делать, а идете, например, через живое общение. Или наоборот, если вы больше любите всякое технарство, то больше проводите вебинары, больше снимаете сторис. Как вы от этого кайфуете, как вы от этого получаете удовольствие. Представьте, как вы любите масла, как вы любите свое дело. Вы каждый день просыпаетесь с удовольствием, потому что вы знаете, что вас ждет куча приятного общения. Вас ждут новые клиенты. Вас ждет поступление денег. У вас такая жизнь, как вы хотите, как вы мечтаете. Вы кайфуете от того, что вы делаете каждый день, потому что вы реализуете себя. Вы реализуете свой потенциал. Вы реализуете свои ценности. Вы становитесь мастером своего дела. Напишите самое главное, что сейчас вам захотелось. Так, ладан, сандал, отлично. Можно взять на работу с командой. На работу с командой можно взять цитрусы, можно взять мужские масла, можно взять камфору, розмарин, грушанка, эвкалипт. Вот эти вот, так, ромашка, так, ромашка сюда, на последнее, да, ладан, кедр, лимонный эвкалипт. На работу с командой, да, можно взять лимонный. Ладан, теплое общение, да, если ладан, откликается, можно ладан. Период, когда мир формируется под ценностью, именно так. Нарт, да, можно. Нарт, лайм, османтус, отлично, отлично. Ну вот, все, мы сделали такую аромасессию. Я надеюсь, что она вас вдохновила. Ой, сейчас у нас еще одна штука, это поддерживающее окружение. Это уже еще один важный элемент, я про него забыла. Так, ну, вы знаете, наверное, я на бренде пока личному и ограничусь, поддерживающее окружение. Я думаю, что мы потом, может быть, какую-то отдельную встречу по нему сделаем и по нему еще поговорим, потому что мне как-то вот на бренде хочется завершить. Так, благодарю. Вот, напишите, что вы сейчас чувствуете. Прямо напишите в чат одно-два слова, что вы сейчас чувствуете после выполнения сегодняшнего упражнения. Вдохновило ли оно вас, увидели ли вы вот это свое будущее, прочувствовали ли вы его, прочувствовали ли вы, как классно заниматься своим любимым делом, прочувствовали ли вы, что ароматерапия – это вообще лучшее дело в жизни, да, которое на самом деле может быть. Вот, напишите прямо вот ваши эмоции по этому поводу, что вы сейчас почувствовали, мне прямо интересно. Так, спасибо за вдохновение, благодарю души, эфирные масла, так прекрасно, чувствую кайф от того, что я делаю сейчас, окружена такими людьми, как вы, благодарю, очень наполняющая сессия, очень вдохновила, благодарю, супер, супер, супер. Очень приятно читать тоже ваши отзывы, вашу обратную связь, возвращение к своему предназначению, расслабилась и немножко опьянела. Замечательно, наполнена энергией, это волшебство, это работает, кайф от жизни, вдохновение. Супер, сейчас я буквально несколько слов еще скажу вам, что у меня очень часто бывает такое, что девушки из других команд ко мне просятся, хотят поработать со мной, хотят побыть в моем поле, да, тоже наполнится вдохновением. И у меня есть такой проект, это называется программа «Богатый ароматерапевт», где я помогаю людям вот этот весь путь, да, все вот эти вот кирпичики простроить вместе с моей помощью. Если вы хотите, вот немножко отзывов сейчас тоже выведу на экран, да, от девушек из моей команды, если вы хотите побыть в этом поле, если вы хотите тоже поучаствовать, да, вместе со мной, то вы можете присоединиться к программе «Богатый ароматерапевт» и взять мое наставничество на 3 месяца, на 6 месяцев или на 12 месяцев. Соответственно, если вы хотите ко мне в наставничество, если вы хотите пройти вот этот вот путь вместе со мной, выстроить свою экспертность, свой бренд, понять, как работать с командой, вот куча-куча всего. Программа у меня стартовала месяц назад, мы уже очень много всего прошли с учениками, я сейчас не буду всю программу рассказывать, не буду рассказывать все, что я запланировала, но сделали мы уже очень много за этот месяц, выбрали способы монетизации, разобрали ошибки, думали, как повысить чек услуг существующих, делали анонс, писали анонсы мероприятий, делали их привлекательными, учились высвобождать время для любимого дела, работали с ограничивающими убеждениями, простраивали свою ценность, это вот мы сделали все за месяц. Вот если вы хотите так же, если вы хотите такие вот поддерживающие встречи, поддерживающие сессии, поддерживающие окружение, вот, то вы можете поработать вместе со мной, вот, и ходить на такие встречи не изредка, да, а ходить раз в неделю вместе со мной, получать обратную связь, домашние задания, упражнения, то есть вот этот вот путь я могу сделать для вас легче и быстрее. Значит, у нас встречи раз в неделю, у нас закрытый телеграм-чат, у нас задания, вот в таком формате это все проходит. Можно пойти на 3 месяца, можно пойти на 6 месяцев, можно пойти на 9 месяцев, можно пойти на VIP, VIP включает в себя все мои курсы, да, то есть все-все-все мои программы, которые я записала. Вот, также у меня будут подарки при покупке любого пакета на 10 тысяч рублей, то есть 2 курса, курс по здоровью и курс эфирной практику, плюс будет пакет арома деньги, курс арома деньги, 35 уроков по монетизации ароматерапии. Это вне зависимости на какой пакет вы идете с богатым ароматерапевтами, на 3 месяца, на 6, на 9 или на VIP. Вот это все, что входит у меня в него, скажем так, входит в программу арома деньги. Если вам интересно, если вы хотите со мной вместе поработать, пойти ко мне, пойти поработать под моим руководством на 3 месяца или на 6 или на год, вы можете написать мне в личные сообщения «хочу», я вам скину программу, вы сможете ее посмотреть и, соответственно, если у вас будут вопросы, я вас проконсультирую. Можете написать мне «хочу» в Телеграм, либо можете мне написать ВКонтакте, можете написать на почту, смотря где вы меня читаете, и, соответственно, я вам скину программу «Богатого ароматерапевта» и будете работать со мной вместе под моим руководством. Вот, так что, в принципе, все, наверное, на сегодня, что я хотела вам сказать. Сейчас почитаю еще ваши отзывы, прям очень приятно их читать. Трепет, мурашки всем телу до корней волос, все так близко, спасибо огромное. Большая молодец, в Телеграме окружение очень важно. Так, Розу, да, Розу, Жесмин, вижу женский круг цветущий, женщины полной силы энергии, супер, интересно и познавательно. Так, я сейчас очень благодарна Галине, с вниманием каждому проходит подробное обучение. Ольга, спасибо, да. То есть у меня сейчас к девушкам из команды моей могут присоединиться те люди, которые из других команд, побыть в моем поле, поработать вместе со мной. Вот все, чему я учу команду, доступ ко всем материалам, по монетизации, все-все-все у вас будет, если вы хотите. Вот напишите «хочу мне в личные сообщения», я вам все-все-все подробно расскажу. Спасибо огромное учиться, одно удовольствие очень вдохновляет. Спасибо девушке, да, это девушки из моей команды тоже, кто у меня месяц уже вместе со мной занимается. Уже, кстати, уже кто-то начал свои мастер-классы делать, кто-то записал шикарный анонс, кто-то уже начал реализовывать выбранные способы монетизации, поэтому мы двигаемся вот в том направлении, которое нам созвучно. Именно так, благодарю вас за это движение. Супер, все тогда на сегодня. Так, сейчас вы можете мне еще что-нибудь написать в чат, можете написать мне спасибо за сегодняшнюю встречу. Так, хотела уложиться в час, немножко не уложилась, уложилась в час десять, но все равно прошло все очень-очень на позитиве, очень здорово. Так, жду вашу обратную связь, еще пару минуточек, и тогда на сегодня будем заканчивать. Благодарю за вдохновение, очень ценная первый раз на встрече. С вами очень рада, здорово, здорово. Вот, хорошо, что такой вот формат аромасессии, я его попробовала первый раз. Если вам такое нравится, в принципе, я, наверное, что-то подобное буду делать. Да, я буду что-то подобное время от времени делать, потому что действительно масла нужно использовать больше, их нужно использовать активнее, чтобы не только через левое полушарие, да, мы достигали своих целей, но еще и задействовали правое. То есть так это будет более гармонично именно для женщин. Так, кто у меня в богатом ароматерапевте, значит, девушке, у вас запись этой встречи останется, то есть для вас я ее сохраню. Вот, те, кто у меня из других команд, эта запись, я ее выложу, наверное, завтра, она будет доступна в течение недели, потом я ее удаляю, потому что со следующей недели я буду готовиться уже к другому мероприятию, я буду готовиться к марафону по духам, я на него всех приглашаю, так что не пропустите, у меня будут везде анонсы во всех соцсетях, буду рада всех учениться. Так, понравилось, жду повторения, супер. Так, ну что, все тогда, всем хорошего дня, на сегодня буду я заканчивать, я отключаюсь. Всем спасибо, кто у меня сегодня был на трансляции, надеюсь, что вдохновило, порадовало больше использовать масла, и кто хочет идти со мной дальше, пишите мне в личные сообщения, скину вам программу богатого ароматерапевта.